Всем привет! С вами Александр Иванчак, и мы продолжаем серию обучающих видео по сборке с закрытыми глазами. Вот эти четыре алгоритма, о которых я вам сегодня расскажу. Для того, чтобы выучить эти алгоритмы, вам нужно сначала понять язык вращений кубика. Правая грань с английского right, то есть мы берем букву R. Если мы крутим по часовой стрелке правую грань, то есть так, это R, а против часовой R'. Верхняя грань у нас up, то есть U, против часовой U'. Фронтальная F, front, front' штрих. Задняя back, B, D'. Нижняя down, по часовой это будет D, против часовой D'. И левая left, то есть по часовой L, против часовой L'. Первый алгоритм, который мы с вами разберем, называется копье. Этот алгоритм меняет между собой два этих угла и два этих ребра. Если провести стрелочки, то получится, как будто вырисовывается копье. Как он делается? Он делается таким образом. Front, R, U', R' 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 R' U', R' U''. Да, этот алгоритм длинный, но с тренировками вы будете набираться опыта, и он будет у вас идти на автомате. Следующий алгоритм, который мы разберем, называется λ'. Почему λ', потому что меняются эти два угла, эти два ребра. И если мы представим линиями перемещения, то будет вырисовываться греческая буква λ'. Как же она делается? R, U', R' F', R' U', R' U', R' U', R' U', R' U', R' U', R' 2', R' U', R' U'. Это самый быстрый алгоритм, который есть среди этих четырёх. Третий алгоритм называется буква Т. Потому что, опять же, меняются эти два угла, эти два ребра. Если линиями представить перемещение, будет буква Т. Как он делается? Он очень похож на приведущий. Делается так. R, U', R' U', R' U', R' front, R' U', 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 R' И последний алгоритм, четвёртый, называется семёрка. Если мы вырисовываем перемещение, то будет цифра 7. Меняются эти два угла, эти два ребра. Делается таким образом. Это самый сложный алгоритм, R' U', 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 R' U'. Теперь для чего же они нужны? Алгоритм копьём нам будет нужен для сборки углов. Эти два алгоритма, лямбда и тэшка, нам нужны будут для сборки ребер. Четвёртый алгоритм нам нужен будет для паритета, но для него мы выделим отдельный угол. О том, как применять эти алгоритмы, я вам расскажу чуть позже, а в следующей части мы поговорим про то, как запоминать углы. С вами был Александр Ивачак, специально для Кубики Индио.